Уважаемый студент третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новая история стран Европы и Америки». Нам осталась одна лекция по истории России в новое время и ее тема «Россия в XIX веке». План, как вы видите, состоит из пяти вопросов и они выглядят как некие качели. Реформа Александра I, контрреформа Николая I, реформа Александра II, контрреформа Александра III. И, наконец, Россия на рубеже XIX-XX веков. Здесь же вы видите небольшой глоссарий по данной теме, миридизм, славянофилы и западники. К вопросам для закрепления мы обратимся чуть позже. Давайте откроем хронологическую таблицу и посмотрим, что у нас происходит на рубеже XVIII-XX веков. Итак, в 1796 году умирает Екатерина II, Екатерина Великая, и на престол вступает ее старший сын Павел I. Кстати, он свою матушку терпеть не мог, дожидался ее смерти в Гачинском дворце. Его, кстати, и прозвали за это Гачинские сиделицы. И вообще у Екатерины II были планы сразу же передать престол внуку Александру I, будущим, которого она очень любила, чем сыну Павлу I. Дело в том, что Павел I не мог простить матери о гибели своего отца, как он считал, Петра III. И у них очень были плохие отношения. Дождавшись смерти Екатерины Великой, Павел I вступил на престол, повел себя очень эксцентрично, сразу же вызвал на дуэль всех правителей Европы, сжигал деньги пачками, потому что где-то прочитал, что увеличение денежной массы разгоняет инфляцию. В общем, вел себя очень необычно, полностью поменял внешнюю политику, заключив мир с Францией и отказавшись от союза с Англией и так далее. Все это вызвало недовольство, особенно Российской гвардии, и под управлением, скажем так, его старшего сына Александра, был организован дворцовый переворот, вновь с 11 на 12 марта, в ходе которого Павел I был убийц, и его сын Александр I вступил на престол. Кстати, его первой фразой после уступления престола было «при мне все будет как при бабушке», то есть как при Екатерине. Второй. При Александре I произошло добровольное вхождение Грузии в состав России, произошла первая российская кругосветная экспедиция Ивана Кузенстерна, очень успешной была русско-шведская война, которая завершилась поражением в Швеции, включением Финляндию в состав России. И вот на период правления Александра I пришлась Великая, простите, Отечественная война 12-14 годов, и началась у нас вторжение армии Наполеона Панапарта в Россию, мы немножко это рассматривали со стороны Франции. Наполеон собрал огромную армию, потому что в том времени победил практически всю Европу, кроме Англии, и именно Россия стала той страной, которая фактически сломала хребет Наполеоновской империи и его экспансии. И решающим сражением была во многом битва у Бородино, хотя после этого Наполеон вступил в Москву, но это ему ничего не дало, и ему со временем пришлось отступить. В ходе отступления его войска были фактически добиты русской армией во главе с Кутузовым, и Наполеон в результате потом еще проиграл в битве народов Лейпцига в 1813 году, и в 1814 году потерпел поражение окончательно и сдался в плен анти-наполеонской коалиции. Кстати, вот именно молодые русские офицеры, которые участвовали в этом заграничном походе, и которые вошли в Париж в 14-м году, в будущем составили ядро первой тайной декабристской организации под названием Союз Спасения. Это происходит в 1816 году. Затем Союз Спасения после принятия устава был переименован в Союз Истинных и Верных Сынов Отечества. В 1818 году был организован Союз Благоденствия, еще один декабристский такой тайный союз. Затем они были расформированы, чтобы отсеять ненадежных членов, и в конце концов в 1821 году были образованы два общества, Северное и Русское общества, в Южном обществе главенствовал Павел Пестель, который писал свой проект Конституции Павла Пестеля, русскую правду, а в Северном союзе главенствовал Никита Муравьев, который тоже писал свой проект Конституции. Эти два общества должны были объединиться в 1826 году, поднять восстание. По одному проекту Россия должна была стать республикой по проекту Пестеля, а по проекту Никита Муравьева Россия должна была стать конституционной монархией. Но неожиданно скончался в ноябре 1625 года Александр I, и на 14 декабря было намечено восстание, связанное с моментом переприсяги от Константина, который так и не вступил на престол, это средний брат Александра и Николая. Дело в том, что автоматически после смерти Александра I провозгласили императором среднего брата Константина, у Александра детей не было, а вот Константин править в России не мог, потому что он был женат на польской дворянке, это называется марганатический брак, и он был наместником России в Польше, там женился, но только при условии, что ни он, ни его потомки никогда не будут претензывать на российский престол. Не зная этого, вот его прогласили императором Константином, даже стали монеты чеканить, портреты вывешивать, но затем по справедливости была назначена переприсяга, то есть армия, сенат и сенат должны были отказаться от присяги императору Константина и присягнуть новому императору Николаю. Если посмотреть на генеологическую таблицу, это должно было выглядеть следующим образом. Вот смотрите, вот она последняя развилка в этой генеологической таблице. Вот после Павла I у него было три сына. Александр, вот здесь средний Константин, не этого имени, и Николай. Александр умирает, детей у него нет, власть автоматически проглашается, что переходит к Константину, но он не имел права править, да, как я только что говорил, и власть переходит к Николаю. А дальше все очень просто, от Николая просто к старшему сыну Александру, потом к старшему сыну Александру, второму Александру Третьему и последний российский правитель Николай Второй. Тут все просто, но мы возвращаемся к хронологической таблице. Восстание декабристов, как его называли, потому что оно произошло 14 декабря 1625 года на Синодской площади в Санкт-Петербурге, когда офицеры-заговорщики этих тайных декабристских обществ смогли вывести на Синодскую площадь порядка 3-3,5 тысяч солдат и матросов. Оно было подавлено, причем очень жестоко, артиллерийскими залпами буквально сметали восставших. Все планы восставших рухнули, они не смогли убить царя, не смогли захватить Петропавловскую крепость, все-все-все пункты не были выполнены, даже диктатор восстания, так сказать, его глава Трубецкую струсил на площадь не явился, и после этого пятеро главных идеологов-декабристов были повешены по приказу. Новый император Николай Первый, остальные были созданы на каторгу и на Кавказ. Там давно уже, вот с 1817 года, велась Кавказская война, которая длилась до 1864 года, хотя решающее поражение Мериды понесли в 1859 году, когда был взят родовой аул имама Шамиля. Так вот, потерпев положение на Синонской площади, декабристы попытались поднять восстание на Юге России, Черниговский полк был поднят в самом конце декабря, но он тоже был разбит, и пятеро главных декабристов, Пестель, Рылеев, Каховский, Мурадьев, Апостол, бездушевременные были повешены. И после этого воцарился очень жесткий режим Николая Первого. Это режим такой контрреформаторский, в отличие от реформ Александра Первого, о которых я не успел рассказать. Надо будет на семинарах разобрать подробнее. Но страна при Александре Первом приняла целый ряд прогрессивных демократических реформ, которые затем были отменены или как-то перенаправлены в правление Николая Первого. При нем Россия участвовала в подавлении восстания в Польше. И главное, что вступила в очень неудачную для себя Крымскую войну. Она поначалу начиналась как очевидная успешная русско-турецкая война, а на стороне Турции вступились Англия, Франция, Итальянские королевства. И в конце концов, в ходе этой войны, в 1055 году умер Николай Первый. На престол вступил его сын Александр Второй. Ему досталось очень тяжелое наследие. Россия проиграла в Крымской войне. Обязана была не иметь военный флот в Крыму, вернуть Турции часть крепостей и так далее. Но Александр Второй начал правление достаточно успешным. Подписал Айгутский договор с Китаем очень успешно. А главное, отменил крепостное право. В 1861 году было отменено в России крепостное право, а затем были проведены им земские судебные реформы. Были образованы специальные местные органы самоуправления, городские и сельские, земские правы. Появилось понятие земский врач, земский доктор. Строились дороги, открывались университеты. Была проведена реформа городского самоуправления, образовательная реформа, военная реформа. То есть целый ряд реформ был организован. Но в конце концов, в самом конце правления Александра Второго, на рубеже 1876-1877 года, была создана организация «Земля и воля», которая распалась затем на две организации. Народную волю и Черный передел. Черный передел выступал за агитацию, пропаганду. А вот народовольцы, они выступали за террор. И именно они организовали убийство, вот раскол земли и воли на Народную волю и Черный передел в основном по вопросу царя убийства. И именно они организовали вначале неудачное покушение на императора. Степан Халтурин взорвал помещение под столовой, в которой обедал Александр Второй. Масса людей погибла, но сам Александр опоздал к обеду, остался жив. Но 1 марта 1871 года бомбой народовольца все-таки Александр Второй был убит и на престолу в таких вот обстоятельствах вступил его сын Александр Третий. Еще одно событие в конце периода правления Александра Первого это русско-турецкая война 1877-1878 годов, в которой Россия победила Турцию в очередной раз и произошло покушение независимости ряда балканских стран, в том числе Болгарии. Все это начиналось с Восточного кризиса 1875 года и закончилось русско-турецкой войной. Александр Третий, который вступил на престол в обстоятельствах, когда его отец был взорван бомбой террориста, он повел очень жесткую политику, тоже контрреформаторскую. Единственное, что при нем Россия не воевала. В эти 13 лет, которые были отведены в 13 правления 1881-1994 годы, Россия ни разу не воевала. И недолгое правление Александра Третьего завершилось его смертью от нефрита, от болезни почек. И на престол в 1894 году вступил последний российский император Николай Второй. При нем министром финансов был Сергей Ильич Викте, который начал целую программу реформ. Об этом нужно подробно говорить на семинаре. О реформе Викте, а потом реформе Столыпина, которые последовали уже в начале 20 века, после 1905 года. В России в 1897 году прошла перепись населения, которая показала, что в России проживает порядка 126 миллионов человек. Это без Финляндии. Что в России очень много крестьян, где-то порядка 77%. Очень мало представителей интеллигенции. Всего там 3000 ученых, 4000 инженеров. Что в России очень много чиновников, порядка 436 тысяч. Что в России очень большой процент населения неграмотен. Что в России очень низкая средняя продолжительность жизни. В общем, масса интересных сведений содержит в себе перепись населения России 1897 года. Вот, почитайте об этом отдельную статью в какой-нибудь из энциклопедий или в любом учебнике по российской истории. А в самом конце 19 века происходит первый сестр СДРП, Российская стола демократической рабочей партии. И в декабре 1900 года выходит первый номер газеты «Искра». А дальше начинается 20 век, там была первая русская революция 1905-1907 годов, о которой тоже нужно говорить отдельно. Образуются политические партии, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, анархисты, черносотенцы и так далее. Это огромный пласт российской истории, о котором нужно говорить действительно очень подробно. И, я думаю, во многом на семинарских занятиях. Что нам еще можно сделать? Нам нужно посмотреть литературу по теме. «Аврих. Судьба реформ в России» – очень важная работа. Есть «Херестоматия по истории России». Есть, видите, биография Ленина, лидера большевиков. Есть исторические портреты. Вот «Элишенко. Революционные народники». Это народники, о которых я только что говорил. Вот «Народная воля. Черный передел». Это о народовольческом движении. Нечкина. «Декабристы». Вот книга об Александре Третьем. «От народничества к марксизму». И так далее. А вопросы для закрепления. Вот, пожалуйста, познакомьтесь с ними, сделайте скриншот и постарайтесь ответить. Продолжение следует.